Какие структуры грудной клетки участвуют в дыхании? Межреберные мышцы. Межреберные мышцы. Давайте разделим их. Есть наружные межреберные мышцы и внутренние межреберные. Итак, когда вы это напишите, только надо сказать, что они делают. Наружные межреберные мышцы, сокращаясь, поднимают ребра вверх, а внутренние межреберные мышцы, сокращаясь, опускают их. Вот так можно описать. Это про межреберные мышцы. Потом есть диафрагма. второе диафрагма кстати хороший момент но при сокращении она становится плоской объем легких увеличивается и воздух заходит внутрь вот можно кстати да только знаете что вообще все правильно только вначале я бы добавил еще что диафрагма это сухожильная пластинка которая сверху и снизу сверху снизу покрыта мышцами радиальными и действительно до разделять грудную и брюшную полость а вот ну и правильно сказал первое у нее два варианта формы когда она расслабляется на становится куполообразной диафрагма да и выталкивает воздух из грудной полости а когда она сокращается на солнце плоской то есть два варианта есть главных у нее могут в его рисунке нарисовать такое плоское показать рисунок и сказать это какое вообще что случилось диафрагмой на какой она стадии да вы должны говорить что где-то в учебниках такое есть что она сократилась да а могут такую длинную куполообразную нарисовать это уже она расслабилась и сокращается она перед вдохом на самом деле а перед выдохом она расслабляется и выталкивает воздух поэтому вдыхается